Не растут плечи? Качайте их тресетами. Если вы все перепробовали, но обзавестись шаровидными дельтами так и не вышло, значит пришло время менять собой подход к их прокачке. Наука говорит, а тренера суперзвезд, тот же Джордж Фарах, тренер Кая Грина и Брэнча Уоррена, подтверждает, что двуглавую бицепс лучше качать суперсетами, четырехглавую квадрицепс гигантскими сериями из четырех упражнений подряд. А вот трехглавую, трицепс и дельты тресетами. Другими словами, проработка каждого из пучков дельтовидных мышц менее эффективна в плане набора массы, чем их совместная прокачка, когда передние, средние и задние дельты труятся в единой связке. Повышается их силовой потенциал, ускоряется восстановление и, главное, усиливает кровенаполнение. А с ним и синтез такого, важного для набора массы гормона, как самотропин. Что нужно помнить при составлении тресета на плечи? Качать плечи тресетами это реально круто, но при создании каждого такого мини-комплекса стоит учитывать один важный момент, на какой именно пучок дельтовидной мышцы он направлен. Ясное дело, что выполняя три упражнения подряд, без отдыха, эффективность каждого последующего будет снижаться примерно на 20-25%. То есть, если отстает в развитии задний пучок и нужно увеличивать именно его, качать заднюю дельту, последний, будет глупо. Наоборот, с упражнения для нее и нужно выполнять всю тройку упражнений. Как составить тресет на плечи граммах? Принцип приоритета в составлении тресета для плеч работает как нельзя лучше, поэтому первое упражнение должно быть направлено на наиболее важный пучок мышц плеч. Третье, быть наиболее тяжелым базом и по возможности выполнять стоя, поскольку так можно осилить большой рабочий вес. Второе, может быть чуть полегче также выполняться со свободным весом, но уже сидя. А третье, быть изолированным и делаться в тренажере. Но это еще не все. Число повторений должно увеличиваться с каждым последующим движением. Например, вот так. В первом упражнении 8 повторений, во втором 12 и в третьем заключительном 20. Зачем так париться, спросите вы? Объясняю. Такое изменение диапазона повторов в одном комплексе позволит прокачать сразу оба вида мышечных волокон. Вспоминаем метод двадцаток и повысить тем самым шансы на рост мышц. Тресет для средней дельты может быть вот таким. Первое, разведение с гантелями стоя, 8 повторений. Второе, подъем гантелей перед собой сидя, 12 повторений. И третье, обратное разведение в бабочке, 20 повторений. Тресет для передней дельты. Первое, подъем одной гантели перед собой стоя, 8 повторений. Второе, жим гантелей сидя, 12 повторений. Третье, скрещивание рук в кроссовере, 20 повторений. Тресет заднего пучка делаем вот таким образом. Первое, тяга штанги в наклоне груди, 8 повторений. Второе, разведение гантелей сидя, 12 повторений. Третье, махи в кроссовере двумя руками перед собой, 20 повторений. И в заключении я вам скажу, вариантов составления тресетов для плеч может быть великое множество, но грамотная их компоновка и соблюдение правил выполнения помогут стать обладателем широких плеч намного быстрее, даже в условиях тренировки плеч в домашних условиях. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok